Я говорил, что есть оплата в расстрочку. Да, оплата в расстрочку есть, но ты должен понимать, что до момента подачи документов в иммиграционную службу или в посольство, они должны рассчитаться. Это не значит, что, допустим, мы делаем политубежище, и они заплатили 2000 долларов, а должны там еще 3000 или там 4, и они оплатят их там через 2 года, понимаешь? Потому что я, конечно, доверяю людям, но нас столько раз обманывали, когда мы шли на уступки, когда у людей не было денег, а потом мы бегали, и Володя, прежде всего, директор нашего офиса в Груклине, ты знаешь его, по видео видел, бегал за ними, домой там чуть ли не приезжал, и когда вы рассчитаетесь, а у них там, может быть, есть деньги, может быть, нету, но мы работу-то сделали, адвокаты работы сделали, иногда я говорю адвокатам, давайте вот, пожалуйста, рассрочку, я лично знаю этих людей, и были такие случаи, когда я даже платил адвокатам, деньги свои отдавал, а клиенты потом со мной не рассчитывались, да, и я попадал. Поэтому надо, рассрочка, допустим, готовится, допустим, кейс там 4 месяца, да, и вот 4 месяца до подачи можно сделать рассрочку, но не значит, что это рассрочка, это кредит на какие-то года, понимаешь? Да, и такая же самая рассрочка, если делается рабочая виза, допустим, 4-5 месяцев, пока там Джопофер нашли, пока документы подали, тоже на 4-5 месяцев до момента подачи, если подали документы, он должен рассчитаться. Ну, разные рабочие визы по-разному, ну, где-то так, да. Что-что еще раз? Туристическая за 2 недели делается, 2-3 недели. Вот смотри, туристическая расстрочка, ну, вот какая там рассрочка, ну, можно сделать, 150 он заплатил, в начале, да, допустим, клиент, и 150 перед подачей в посольство, можно так сделать, такую рассрочку, но эта расстрочка не для того, что у него денег нету, а для того, чтобы он просто, ну, знаешь, ну, есть люди такие перестраховщики, боятся всего, боятся, что их обманут, там, и так далее. Ты убеждаешь, ребята, мы 5 лет на рынке, мы ни от кого никогда не скрываемся, у нас все телефоны не меняются, постоянно везде есть, можно звонить, мы всегда поднимаем трубку. То, что там какие-то тролли, там снимают какие-то ролики левые, да, ну, это тролли, там алкоголики, это же, ну, это же видно, что там пьяницы, которые, ну, видно, что это подставные люди, ну, нормальный здравомыслящий человек понимает это все. Но мы с этим все равно боремся, мы это удаляем, мы это судимся за это. Но у нас не было такого случая, чтобы мы кого-то обманули или там пообещали или сделали, понимаешь, такого случая не было никогда, вообще никогда. Да, есть недовольные клиенты, которые, допустим, думают, что если им они заплатили деньги, значит, они должны получить визу 100%, такое есть. Ну, извини меня, но если ты идиот, и ты думаешь, что если ты заплатил деньги, то, значит, я там часть денег консулу, что ли, отдал, а тебе визу выдали гарантированно, значит, ты идиот. Тогда так не надо ехать в Америку, я считаю, отживи своей Украине или в Белоруссии или в России. Мы не можем давать гарантии, ты четко им всем объясняй, гарантии мы не даем. Ну, врачи, врачи не могут, не могут врачи работать сразу врачами, врачами, если у них нет здесь американского врачебного образования. Они могут работать помощником врача, они должны сдать экзамен определенный, либо по специальной программе они едут, например, в G1, они получают social security тогда. По G1 специально есть программа для врачей, стажировки для врачей. Но не значит, что у них поставят сразу оперировать пациента. То есть они будут, конечно, там, ну, стажерами, скажем так. А я тебе не скинул его, разве? Нет, нет, нет. Окей, я сейчас тебе сброшу. Еще, и договора еще, я бы даже хотел убедить, я им на трувизу хотя бы. Я тебе обещаю, я тебе сегодня все сброшу, точно, 100%. Тебя, значит, пропустил, я всем уже франчайзерам сбросил, тебя пропустил просто. Сори. Ну, и вообще, я бы хотел спросить, а там вот, во всех сайтах там есть эти карты, где есть франчайзеры, да? Угу. Так, на этих карте у меня нет. Ну, у тебя есть Илья, ты с ним напрямую контактируй, пожалуйста. Он у нас дизайнер. Скажи, Илья, меня не поставили в список, но не поставили на карту. Срочно поставь на карту, и пусть сделает. Ну, за ним тоже надо следить, он иногда забывает кое-какие вещи. Он неплохой парень, но просто очень много работы у него, сайтов много, и он просто физически не успевает быстро отрабатывать. Хорошо, я понял. Ты начал уже давать рекламу везде, там, я смотрю, да, или как? Ну, отлично, раскачаешь, раскачаешь ты, раскачаешь в итоге. Угу. Сейчас, понимаешь, затишья будет до 3 мая. После 3 мая все узнают, что они не выиграли в лотерее, а выиграли единицы, и повалит народ. Миллион триста играл в 2015 году. Я думаю, в этом году мы еще не видим статистику, да, и будет еще больше игрок. Понимаешь? И этот бизнес, он имеет такую перспективу долгую, пока в Украине будет плохо, этот бизнес в Украине будет развиваться сильнее и сильнее. Я понимаю, я тоже не буду делать. Ну, окей, хорошо, давай тогда до связи, цены и договора я тебе сброшу. Хорошо? Хорошо, спасибо. Давай, пока.